Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить. Обзор событий рязанской жизни. Наши проблемы, достижения, ожидания». Коротко о главных темах сегодняшней программы. Призрак полигона бродит по Рязани. По непроверенной информации, печально известный полигон вновь готов начать прием ядовитых отходов в Турлатове. В эфире журналистская проверка сведений. Как там Крым? Люди, у которых родственники живут на, во всех смыслах слова, горячем полуострове, каждый день получают от них известие. Бей в кость. Название знаменитого фильма полностью подходит к новому виду спорта, получившему развитие в нашем регионе. Ну а теперь обо всем подробнее. Тревожная, но пока основательно непроверенная информация стала известна сегодня. Есть сведения, что вновь готов к работе печально известный полигон ядовитых отходов Турлатова. Во всяком случае, этими новостями поделилась с нами Галина Кузьмина, возглавляющая Рязанский совет центра независимой экологической экспертизы. Узнавал подробности Глеб Галушкин. Областному центру, кажется, вновь грозит повышение экологического напряжения. Председатель совета общественной экологической экспертизы Галина Кузьмина говорит, что обладает информацией о том, что Турлатовский полигон ядовитых отходов, который с таким трудом удалось закрыть властям при участии широкой общественности, вновь готов к, так сказать, трудовой деятельности. Теперь этот полигон заработал уже под другой вывеской. ДТА-сервис, тоже ООО, общество с ограниченной ответственностью. И, следовательно, он продолжает работать, но под другой вывеской. Поэтому, конечно, сразу напрашивается вопрос, а кто и как выдал лицензию на работу с опасными отходами? Вот это вот, на мой взгляд, самый важный вопрос. Ну, повторим, что информация о возобновлении работы полигона пока не проверена. Мы сделали запрос в соответствующей инстанции. Ответов еще не поступало. Что касается прокуратуры, то она, образно говоря, держит руку на пульсе проблемы. В ходе последней проверки фактов размещения отходов установлено не было. Однако, согласно поступившей в прокуратуру районной информации, в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Рязанской области ряду организаций были выданы санитарно-эпидемиологические заключения на осуществление деятельности по обращению с отходами на данной территории. И данные заключения были выданы на основании экспертных заключений, выданных организациями, расположенных в городе Москве и в Санкт-Петербурге. К другим темам. 8 марта всю Россию, включая руководителей страны, довела до слез рязанской спортсменка Светлана Коновалова. Это были слезы восторга и гордости. 24-летняя лыжница Светлана Коновалова, мастер спорта, чемпионка России, обладательница Кубка мира, наша Света взяла свою вторую паралимпийскую медаль в Сочи, нагнав на трассах бронзовый результат игр на дистанции 12 километров в категории сидя. Ее медаль стала 17-й в копилке российской сборной, а 8 марта Светлана выиграла серебро в биатлоне на дистанции 6 километров. Это ли не феерия? Медали рязанки стали настоящим подарком всем женщинам страны, но поздравляли Светлану, разумеется, в первую очередь мужчины, да еще какие. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с успешным выступлением на зимних паралимпийских играх в Сочи российскую биатлонистку Светлану Коновалову, сообщает официальный сайт Кремля. Вы порадовали многочисленных болельщиков, товарищей по сборной, подарили России серебро в зрелищной напряженной биатлонной гонке. Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго. Говорится в поздравлении Путина. Мы очень рады за нее. Она сама на подъеме, очень по-боевому настроена. Так мы можем рассчитывать на третью, может быть, медаль уже золотую? Вы видите, спирита медаль уже есть у нее. А то, что золотую, хотелось бы, конечно. Спасибо. У нас прежде всего интересует то, как живут и что чувствуют сами жители полуострова. У некоторых рязанцев тоже есть родственники в Крыму и, естественно, люди озабочены их положением. Лариса, вы регулярно созваниваетесь с родителями. Расскажите, пожалуйста, какая информация появилась за последнее время, какое настроение у крымчан на сегодняшний день? Вообще подробнее о ситуации в Крыму, все, что вам известно. В Крыму, в общем-то, все спокойно. Обстановка, конечно же, напряженная, если выразиться более точно, напряженная, депрессивная. Потому что люди в основе своей, они и живут и надеждой на то, что все-таки все разрешится, и острые моменты уйдут. И в то же время они напуганы всевозможными провокациями, потому что существует явный дефицит информации. В каком плане? Украинские телеканалы показывают, конечно, информацию, которая выгодна им. Только люди, которые имеют тарелки оснащенные, то есть с собственной антенной, могут получать информацию различного характера, то есть более расширенную, и анализировать ситуацию. Ну, собственно, граждане сейчас ждут 16 марта, все собираются идти на выборы, правильно? Настроены в большинстве, да, занять активную гражданскую позицию, выразить свое мнение. К другим темам. Сегодня российские наркополицейские отмечают профессиональный праздник. Напомним, 11 марта 2003 года российский президент подписал указ о создании Госкомитета по противодействию незаконному обороту наркотиков, а спустя несколько лет дата стала официальным праздником работников наркоконтроля. В областном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника наркоконтроля. В честь 11-й годовщины со дня образования управления отличившиеся сотрудники получили заслуженные награды. Вручали их представители городской администрации и областной думы. На встрече почтили память оперативника антинаркотического ведомства Павла Ефимова. Напомним, он погиб во время задержания двух наркоторговцев в Рыбновском районе. Стало известно, что руководство службы направило ходатайство о присвоении Павлу Ефимову государственной награды за проявленное мужество и героизм. Добавлю, что сразу после программы «Время говорить» в эфир выйдет проект подробностей, в котором принимает участие заместитель начальника антинаркотического ведомства региона Олег Андреяшкин. Говорить будем о празднике, но и не только. Ну и еще о празднике, как говорят в Одессе, слегка прошедшем, но дорогом всем нам, мужчинам. 8 марта российские женщины принимали поздравления, причем как от домашних, так и от коллег по работе. Но многие горожанки испытали приятное удивление, когда их в Рязани поздравили по партийной линии, причем прямо в самом, что именно есть, центре города. Рязанские либерал-демократы очаровывали женщин, дарили им подарки и вообще вели себя как джентльмены. В выходные рязанские либерал-демократы вышли на городские улицы, чтобы поздравить горожанок с Международным женским днем. В праздник весны молодые активисты ЛДПР раздавали представительницам прекрасного пола цветы с теплыми пожеланиями любви, счастья и солнечного настроения. Также либерал-демократы раздавали рязанкам сувениры и открытки с эмблемой партии и напутствием от ее лидера Владимира Жириновского. Здравствуйте! С праздником марта вас поздравляем! Счастливой, удачей, здоровья! Здравствуйте! С праздником марта! Спасибо, ЛДПР, как двадцать! Счастья, здоровья! Ну, поздравьте мне вас, пожалуйста, спасибо! Сегодня мы, партия ЛДПР, с нашим молодежным крылом собрались на площади Ленина поздравить всех женщин с замечательным праздником 8 марта. Это наше традиционное мероприятие. Мы ежегодно поздравляем наших милых дам с этим прекрасным праздником. Рязанское региональное отделение ЛДПР поздравляет всех наших милых рязанок с замечательным днем 8 марта. Желает им счастья, красоты, улыбок, которые не сходили бы с их лица никогда и радовали окружающих их мужчин. С праздником, дорогие женщины! И помните, ЛДПР всегда вместе с вами! Напомним, что неизменное тепло поздравляет женщин в первый весенний праздник лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Его обращения к российским дамам всегда искренне и трепетны, а потому и рязанские партийцы поздравляли женщин в стиле вождя. Главное – искренность и тепло. Тем более, что и день 8 марта выдался солнечный и радостный. Так что женских улыбок на улицах было много, но особенно там, где стояли праздничные посты рязанских либерал-демократов. Теперь традиционная в начале недели рубрика «Аварии выходного дня». Ее представляет Оксана Тебенихина. Несмотря на то, что в праздничные дни на дорогах Рязани автомобилей было крайне мало, аварий, причем довольно серьезных, избежать не удалось. Вечером 7 марта в Рыбновском районе столкнулись тягач «Бензовоз» и «Лада Калина». В результате столкновения цистерна отцепилась от грузовика. Произошел разлив и возгорание топлива. Движение было перекрыто на 3,5 часа. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Движение на автодороге федерального значения было перекрыто. Инспекторами ДПС был организован объезд места дорожно-транспортного происшествия. И около часа ночи 8 марта движение было восстановлено. Еще одна авария с участием многотонника произошла на съезде с Северной окружной в сторону Канищева. И на этот раз вторым участником ДТП стал отечественный автомобиль. За последний рабочий день и праздничные выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести. И еще одно ДТП в последний выходной день произошло на высоковольтной. Судя по единственной имеющейся фотографии, если автомобили и возможно будет восстановить, то ремонт их встанет в копеечку. Вот не праздники, а настоящие дни жестянщика. По крайней мере, для некоторых граждан. О спорте. Зал Рязанской спортшколы «Единство» в воскресенье принял самых крутых парней со всей области. Здесь сошлись в поединках бойцы ММА, смешанных единоборств. Почти 50 спортсменов представляли цвета команд из нескольких районов области, ну и, разумеется, из Рязани. Еще недавно об этом нельзя было и мечтать. Бои по правилам ММА в клетке и на ринге наш народ мог наблюдать разве только по телевизору, но отнюдь не на местных каналах. Откровением стал год ушедший. В столице области в мае прошли первые бои, да еще в самые что ни на есть настоящие клетки-восьмиугольники. Кино, да и только. Турнир назывался «Поле битвы Рязань», и он стал культовым в пока еще совсем короткой, но уже истории смешанных единоборств в нашем регионе. Затем сенсацией номер два, визит в Рязань чемпиона чемпионов, великого бойца, президента Союза смешанных единоборств России Федора Гемельяненко. Напомним, он принял участие в акции «Запишись в спортивную секцию». Тогда же было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом и региональным Минспортом. И вот теперь первый чемпионат области, и это означает, что отсчет плановым соревнованиям по смешанным единоборствам пошел. В какой-то степени можно говорить о начале развития нового вида спорта в Рязани. Для тех, кто не очень в курсе, надо сказать о базовой составляющей ММА. Итак, смешанный боевой стиль воинских искусств. Это синтез всех стилей, в которых можно наносить удары руками и ногами, бороться на полу, проводить болевые и удушающие приемы. Это бой до полной победы, и поскольку воины здесь сражаются отчаянно и не сдаются даже в критический момент, то судьям приходится предельно внимательно смотреть за тем, что происходит в ринге в избежание травм. Эти парни просто не умеют сдаваться, заметил наблюдавший за поединками заместитель руководителя регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Николай Штонда. Уж он-то знает, что говорит. Союз ветеранов Афганистана приветствует такие турниры, потому что мы сегодня видим защитников нашего отечества. На чемпионате сошлись в ринге представители нескольких команд из районов Рязанской области. Это значит, что смешанные изноборства прижились в регионе. И теперь можно отбирать лучших бойцов на соревнования высокого ранга. Сейчас проходит отбор на Центральный федеральный округ активных, так скажем, самых лучших спортсменов, который состоится 25 апреля в городе Белгороде. Надо напомнить, что в этом январе стало известно о третьей рязанской сенсации жизни смешанных единоборств. Есть информация, что достигнута договоренность о строительстве в Рязани Центра развития ММА. Задействованы в этом и министр спорта России Виталий Мутко, и даже президент России Владимир Путин. Когда проект будет реализован, Центр станет шестым в нашей стране. Так что впереди у рязанских бойцов, а также неофитов смешанного стиля, большие перспективы. И это все на сегодня. Ждем известий из Крыма и вообще с Украины. Болеем за наших паралимпийцев, боремся за нормальную экологическую обстановку. Все это тема не только с сегодняшнего дня. Продолжение, конечно же, последует. Вряд ли все дальнейшие известия будут такими же ясными и солнечными, как сегодняшний день. Но будем ждать и надеяться на лучшее. Всего хорошего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин